Дорогие друзья, каждый родитель в каждой семье хочет, чтобы его ребёнок, его дети росли умными, чтобы они вошли в элиту национальную своего народа. А как это сделать? Рецепты давным-давно прописаны. Дело в том, что самое главное, чем должен овладеть человек к своей зрелости, – это язык. И как овладеть? Он должен знать корпус национальных текстов. Корпус – это значит большой массив. И что туда входит? Ну, прежде всего, наше народное творчество. Это сказки, которые мы узнаём в детстве, слушаем, знаем наизусть, передаём поколениям подрастающим. Подрастающим – это, конечно же, пословицы и поговорки, ибо в них законы жизни русского народа. Это то, как нам предписано действовать. Мы живём в рамках поговорок и пословиц, уверяю вас. Но помимо фольклора есть ещё классическая русская литература. Без этой классики мир образованного человека не полон. Он не владеет иначе литературным языком. И всё это, в общем, доступно сегодня в школе. Но есть одна недоступная пока вещь. Недоступная, но необходимая. Это церковно-славянский язык. Назовём его так – высший стиль русского языка. И вот тут создано препятствие. Нет учебников, нет мотивации. И вообще большинство порой даже и облачённых в священнические одежды людей не понимают, а зачем нужен этот язык? И кому он будет полезен? Вот об этом сейчас поговорим. Что такое церковно-славянский язык? Ещё раз повторю, высший стиль русского языка – язык богопознания. Что в нём? Молитвы, богослужебный чин и всё. Но в этих текстах, в тексте Евангелия, в тексте Псалтири, в текстах молитв хранятся удивительные смыслы и потрясающие по своей глубине слова. Вот многие говорят, ну, непонятный язык, давайте переведём богослужение на русский. Ну, ведь сколько уже создано переводов в западноевропейские церкви. Все перешли на природные языки. А у нас какой-то книжный, вычурный, выспринний. Перешли. Эти европейцы, образованные и продвинутые, перешли на переводы на живые языки. И что? Храмы пусты. И вот эти предложения о переводах, они, как правило, исходят от людей, которые просто малообразованы и не понимают, с каким сокровищем мы имеем дело. Почему церковнославянский язык непонятен обычным людям? 70% слов этого языка, они есть и в русском языке. Это общеславянский фонд. Это раз. А есть ещё часть слов, которые представляют из себя тоже славянские слова, наполненные удивительным христианским содержанием. Это искупление, это воскресенье, это замечательные слова «рай». Славянское слово, когда-то бывшее языческим, а стало обозначать христианское понятие. Есть в церковнославянском языке удивительные слова «кальки», переделанные из греческих моделей в русские, в славянские. Ну, например, «земледелец» у нас – это калька со слова «георгий». Георгий по-гречески «земледелец». Или «благовествование» – это то же самое, что и «евангелие». Тоже вот такая переделка церковнославянская. Ну, и всем известные слова «апостол», «греческое заимствование». То же самое «евангелие», «хитон», «алавастер». Ну, вот это всё из греческого пришло и обогатило нашу культуру. Так что же в церковнославянском языке непонятного, такого чужого, отталкивающего, что мы готовы отвернуться от него? Ведь это же не латынь, которая обогащала литературные языки английский, французский, немецкий. Там всё высокое, всё связанное с богообщением, с молитвой пришло из латыни. Из языка, в общем-то, чуждого народам Европы. А у нас это своё, славянское, родное. И вот поэтому в русской культуре не было университетов и школ. А зачем? Ребёнка приводили в храм с малолетства, приносили его в храм. И так до семи лет, до истечения его младенчества, ребёнок слышал и запоминал богослужение. А потом его учили читать по той же псалтире. И накладывался в памяти текст, запечатлённый, на написанное. И становился живым в памяти и в сознании человека. Так учили нас читать в древности русских людей. Ну вот, каков вопрос. Сегодня в русской культуре не изучают церковнославянский как высший стиль русского языка. И мы с вами лишаемся глубины и широты понятий, связанных с духовными вещами. Связанных с вещами, которые касаются наполнения человеческой души. Да, сегодня человечество, особенно и в России, заботится о том, чтобы не был пуст карман. Но при этом, когда отсутствует вот это изучение духовной культуры и духовного языка, у нас остаётся пустой душа. А с пустой душой карман тоже никогда не наполнится. Знаете почему? Потому что настоящий профессионал, овладевающий профессией по совести, и делает всё по совести. Ибо душа его не позволяет делать иначе. Ну, а если он делает всё по совести, то беден никогда не будет. Как говорят на Руси, говорили так, богатым быть трудно, а сытым не мудрено. И вот обратимся теперь к вопросу о том, какое боговедение и духоведение хранится в церковнославянском языке. То, что это особый стиль, свидетельствует наше правило произношение церковнославянского языка. Во-первых, всё должно звучать так, как написано. Если это высота написана, значит, так и надо произнести. Если написано зерна, надо произносить так, а не как по-русски мы скажем – зёрна. Мы не можем оглушить окончание слова. Например, сказать «дуб». Мы скажем «дуб». И вот это звучащее воспроизведение с особым речитативом. А что такое особый речитатив церковнославянского языка? Это введение человека, который читает по-церковнославянски молитву ли, или участвует в богослужении, или псалтирь читает. Он входит, благодаря речитативу и особым вот этим словам в состояние, которое биофизики называют молитвенным бодрствованием. Да, есть сегодня у нас бодрствование, сон, как состояние человеческого существа, есть кома. А молитвенное бодрствование открыто недавно, благодаря тому, что учёные измеряли, изучали состояние мозга человека в молитве. И выяснилось, что, когда человек погружён в молитву, то у него мозг работает так, как будто он находится в коме, но при этом он всё осознаёт. это состояние души, молитвенное бодрствование, состояние души и мозга, и сознания, близко к тому, как дети, новорождённые, младенцы, пребывают в каком состоянии. И, наверное, мы в связи с этим вспомним, что Иисус Христос говорил «Будьте как дети». И вот это «будьте как дети» в такое состояние мы приходим, когда молимся. Наше сознание, с одной стороны, включено, но с другой мы видим всё происходящее не так, как в обычное время, вширь и вдаль, перспективу и окружающее нас. Нет. Мы смотрим вглубь, в себя, и ввысь, обращаясь к Богу. И вот это состояние дарует нам чувство, которое мы называем надеждой. Надежда. Что это такое? Оно ведь созвучно слову «одежда». Тоже церковнославянское слово. По-русски будет «одёжа». Так же, как «надёжа». По-русски звучит «надежда». Одежда – это покров для тела. А надежда… Посмотрите, как красиво. Это покров для души. Надежда – это то, что нам даровано в результате молитвы, когда уходит суета. Всё, что вширь и вдаль, мы не замечаем. Мы видим себя изнутри, все червоточены своей души, и мы надеемся на Бога, глядя ввысь. Вот молитвенное бодрствование. Причём, обратите внимание, есть две удивительных формулы, связанные с молитвой. Это молиться о ком-то и молиться за кого-то. Они не случайно рядом стоят и не являются одним и тем же. Потому что молиться о ком-то – это когда ты лично, сам, молишься за страждущего, за близких своих. А что такое молиться за кого-то? Например, за врагов или за безбожников, за неверующих детей своих. Это значит молиться вместо них. Когда человек не хочет, если он безбожник, или твой враг, не желающий понимать тебя, когда человек не может, если он больной, молиться. И тогда ты становишься на его место. И молишься за него. Всё предусмотрено в церковно-славянском языке. Это особое состояние молитвы. И посмотрите, сколько удивительных слов, которые умудряют нас, которые делают нас намного умнее. Ведь что такое современный человек? Как он мыслит себя? Плоть, тело. И редко кто ещё считает, что у него есть душа. Душа та, которая уходит к Богу. Да, конечно, литературный язык требует от нас душа, почитания, потому что в русском языке одно из ключевых слов – это душа. Душа у нас везде на первом месте. Потому что мы живём душа в душу, мы душой кривим, или наоборот, прямые, прямодушные. Мы стоим над душой, у нас душа плачет, радуется, у нас всё душа, весь язык пронизан словом «душа». но для высшего стиля русского языка, которым мы овладеваем во время молитвы, этого совсем недостаточно, потому что нам границы этого мира расширяет язык. И помимо плоти и души здесь мы видим дух. духом укрепляет нас Господь. Или бывают люди низкие духом, слабые духом. Это уже от Бога. А есть ещё одна вещь, которая тоже входит в состав человеческого естества. И вы сейчас удивитесь этому слову, потому что это слово «слава». Да, у каждого человека это древнее учение мировых религий, и христианство унаследовало это учение. У каждого человека есть плоть, есть душа. Он получает от Господа по просьбам своим сильный дух или слабее духом, но есть ещё и слава. Слава – это дела человека, которые стоят за его спиной, и они запечатлены в словах, ибо каждое слово написано на скрижалях Божьей памяти. Итак, слава – это то, что мы сделали в этой жизни, и то, что находится при нас, при нашем естестве. На иконах благая, праведная слава изображена в виде ореола у святых. Господня слава, ту, которую мы прославляем в божественной формуле – слава Отцу и Сыну и Святому Духу – это дела Божьи, запечатлённые в Его словах и в делах людей, которые близки к Нему. Но есть и человеческая, дурная слава, худая слава, и добрая слава. И всё это при нас. И ключ к этим делам нашим, которые находятся при нас и идут с нами к Господу вместе на страшный суд – вот это всё приходит с пониманием, что такое молитва и что такое церковнославянский язык. Церковнославянский язык, кроме того, расширяет наши горизонты в понимании, что такое Господь. Посмотрите, сколько названий Бога в церковнославянском языке. Царь и владыка, потому что царствует в этом мире. Господь и Вседержитель, потому что Он хозяин всего сущего. И Он держит в своей деснице все судьбы человечества. Кроме того, Он пастырь и спаситель, ибо как пастух пасёт нас в человечее Божье стадо. И вот таких имён, имён Бога познания в церковнославянском языке очень много. А что мы без этого? Вот отсекаем этот мир духовный, святой, вместе с языком, и оказываемся в пустоте, в пустоте души. Удивительно, как церковнославянский язык даёт нам ключи к пониманию этого мира и к расширению горизонтов нашего родного языка. Вот в русском языке очень много церковнославянизмов, так говорят лингвисты. А давайте вглядимся. Полногласия церковнославянские. Град, блата, врата, страна, посмотрите, брода, древо, млеко. Это церковнославянские слова. Они насытили русский язык. И у Пушкина звучит «Прошло сто лет, и юный град полночных стран краса и дива из тьмы веков из топи-блат вознёсся пышно, горделиво девятнадцатый век. И у нас в русском языке страна у Пушкина, топи-блат, то есть топи-болот, и град тут возникает. Это всё живое, русское уже. И ещё снова вникнем в церковнославянские слова, где есть слова, которые вытеснили даже русские. Ну что такое плен? Неполногласное церковнославянское слово, а у нас был полон. Или время. Мы сейчас говорим только время, а когда-то в Древней Руси говорили «верьмя». Или полымя остало пламя, или по-церковнославянски звучит мощь, помощь, а по-русски когда-то звучало мощь и помощь. И что же теперь? Помочь, осталось Бог, помощь в приговоре в таком. А мочь, когда мы говорим «мочи нет» или «изо всей мочи» всё вытеснилось церковнославянским. Высокие слова. Когда мы хотим говорить о очень важных для нас, о очень дорогих для нас вещах, кстати, слово «вещь» церковнославянская, оно по-русски должно было звучать как «вещь». И вот когда мы так хотим говорить, мы хотим этого или не хотим, можем или не можем, обращаемся к церковнославянизму. Ибо там всё высоко, там всё чисто, там возвышенность необыкновенная. А давайте представим, мы отсекаем это всё и на каком языке будем с вами и где наша высота и красота слога. А её не будет. Будет одна только простота, причём такая простота, которая хуже воровства. Очень часто говорят, что, дескать, я не понимаю церковнославянский язык, и зачем он мне нужен. Священники обычно на это говорят, вздохнув и с грустью посмотрев на пеняющего им человека. Ну, ты не понимаешь, но бесы понимают и трепещут. Но, уверяю вас, вы тоже понимаете церковнославянский язык, понимаете, там, в глубине, на подсознательном уровне, потому что это наш родной язык, когда-то древний, очень похожий на древние русские формы. Но не только в этом дело. Наше сознание при постоянном обращении к молитве, к Евангелию, к Псалтире становится мудрее. И нам каждую минуту будет открываться все новое и новое. И что такое избави, Господи, мои ноги от поползновения? И что такое, Господи, преклони лице Твое ко мне? И десница Твоя да направит мя, да исправит мя, по-церковнославянски. Очень вас прошу, не отвергайте, не убирайте, не удаляйте из своей жизни церковнославянский язык. Вникайте в него, и вы станете мудрее, а дети ваши умнее, а главное разумнее. мудрее.